Тайна синего отеля Тайна синего отеля Так можно попытаться понять, на каком этаже остановились улики. Сама же игра состоит из двух частей. В первой происходит поиск жертв. Первый игрок открывает один из этажей. Если он нашел там жертву, то есть красный кубик, то он помещается на соответствующий этаж в блокноте. Если на том же этаже оказались улики других игроков, они тоже отправляются на блокнот на том же этаже. Свои улики детектив игнорирует, а все игроки, чьи улики попали на блокнот, закидывают в дымоход по одному новому кубику за каждую найденную улику. Если же детектив не нашел жертвы на открытом этаже, он просто собирает отель и закидывает все найденные улики обратно в дымоход. Однако за свою оплошность он добавляет туда и еще один свой кубик. Затем он передает ход своему соседу слева. Как только обе жертвы найдены и их маркеры помещены в блокнот, игра переходит во второй акт. Отныне можно выполнять в свой ход два действия – искать подозреваемых или отводить подозрения от себя. Если он ищет подозреваемых, то игрок называет цвет или сразу несколько и открывает любой этаж. Каждый подозреваемый, чьи кубики есть на этаже, добавляет в блокнот на соответствующее деление один свой кубик за каждую обнаруженную там улику. А вот за каждого подозреваемого, которого на этаже не оказалось, детектив отправляет по одной своей улике, равно как и все остальные найденные на этаже кубики. Особые правила существуют для нулевого этажа. Чтобы искать подозреваемых там, детектив должен быть уверен, что там есть хотя бы одна его улика. Если это не так, ему придется добавить в отель своих улик за каждого подозреваемого, даже если они были на этаже. А вот они уйдут абсолютно безнаказанными. Вместо того, чтобы искать новых подозреваемых, детектив может попытаться отвести подозрения от самого себя. Тогда он называет этаж, на котором лежат его улики, и открывает башню. Если он угадал, и они там действительно есть, то детектив убирает такое же количество улик с соответствующего этажа блокнота. Все найденные в отеле кубики, как и обычно, возвращаются обратно в дымоход. А вот если детектив так и не нашел ни одной своей улики на изучаемом этаже, он забрасывает в дымоход одну дополнительную. Игра подойдет к концу в одном из двух случаев. Либо в блокноте окажутся сразу 10 улик одного игрока, либо у кого-то из игроков кончатся кубики в запасе. В этот момент подсчитываются штрафные очки. Каждая улика на месте преступления приносит три таких очка. На соседнем этаже два, а прочие улики по одному очку. Побеждает игрок, набравший наименьшее число очков подозрения. Тайна синего отеля – это детективная настольная игра, в которой предстоит быть предельно внимательным и даже напрягать слух, чтобы добиться победы. Продолжение следует...